Трое откровенно роскошных красавиц для прохождения предпродажной подготовки присланы Максимом Николаевичем. Первая из которых, первая из тройки, это модель немецкого производства марки Гевозо, имеющая ширину полотна 7 восьмых, роскошное отравление на полотне Гевозо Золинген. И вот в этих витиеватых петухах имеется рисунок по сюжету, отсылающий нас к охотничьей тематике, вероятно. Изображено здесь, ну скорее всего, по форме головы это лиса, ну или собака, держащая во рту уточку. Вот такая модель на полной выборке, модель с хранения. С обратной стороны имеем надпись Золинген и сделана в Германии. Бритва абсолютно не пользованная, ребро обуха абсолютно целое. Все три бритвы заточены на один слой изоленты, дабы сохранить все это геометрическое решение в первозданном виде. Номер первый. Немко Гевозо или Гевозо, как будет правильнее сказать. И две родные сестрички. Это бритвы премиальной группы торговой марки Кейп. Неоднократно зарекомендовавшие себя как бритвы с исключительно качественными сталями на борту. Эти бритвы не явились исключением. Каждая из них это полная выборка. Размер 6 восьмых. Бритвы были абсолютно внимательно вычищены. Вымыты оправы. Бритвы не пользованы. Также схранение. Ребра обухов на каждой из бритв не тронуты. Соответственно, имеет надпись MT-77 Cape Nichiri Co Tokyo Japan. И травление глубокое на полотне. Тут еще пытались закрасить буквы синим колором. В кавычках 77. Cape Kennedy Razor F Tani Fuji. Здесь целый ряд канзи, которые я прочесть не могу. Подбил осевые, дабы хорошо они с правильным противодействием закрывались. Потому что были откровенно разболтаны. Третья. Родная ее сестрица. Ну, такая же точно. Как я сказал или не сказал. Одним словом, каждая из них в размере 6 восьмых. Они буквально на миллиметр уже, чем немка, а не по 20. Немка 21. Вот такие прекрасные представительницы. Радующие глаз, согревающие душу. Получил я возможность попробовать каждую из них в работе. Максим Николаевич. От широты душевной. Такое прекрасное предложение сделал. Ну, две их пробовать смысла нет. Соответственно, попробую одну немку и одну японку. Так. Вот, в общем-то, и все. Спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова